Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. На Павлоградском мосту, который был отреставрирован летом 2014 года, появилось освещение. И скоро состоится открытие. Об этом сообщает телеканал ЛОД. По словам генерального подрядчика, оно состоится досрочно, 6 декабря в 11 часов. Подготовка идет полным ходом. По обеим сторонам дорожного полотна уже развиваются национальные флаги. Вчера активисты из Лисичанской и Северодонецка вывесили флаги Украины на столбах с обоих сторон моста. На подъездах к мосту идут работы по вырубке деревьев вдоль дорог и приведению проезжей части в рабочее состояние. Покрашены стеллы с названиями городов-соседей. 27 ноября на мосту установили и подключили к сети осветительные столбы. Это было предпоследним пунктом по плану реконструкции. Факт реализации фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога установлен на территории Центрального рынка в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области. У нарушителя изъято 352 пачки сигарет производства Республики Молдова, ориентировочной стоимостью 10 тысяч гривен. В ходе проверки установлено, что ранее на этого предпринимателя за незаконную реализацию табачных изделий уже был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен. Адвокат, восстановленного в должности мэра Северодонецка Игорь Слесарев, заявил, что он с подзащитным намерен добиться обвинительного приговора для узурпаторов власти, пишет Северодонецкий сайт 064-62. Речь идет о секретаре мэрии Игоре Будкове и его соратниках, которые за текущий год дважды отстраняли Валентина Казакова от занимаемой им должности. Тем не менее, в судебном порядке градоначальнику первый раз удалось вернуть свое кресло за три месяца, во второй раз на это понадобилось около одного месяца. «Мы с узурпаторами судимся уже практически год. Все дела будем доводить до логического завершения, а именно до обвинительного приговора», – заявил Слесарев. Напомним, 29 ноября Северодонецкий городской суд признал отстранение Валентина Казакова незаконным и восстановил его в должности с 13 октября. Электронный сервис «Реестр разрешений для перемещения граждан в районе проведения АТО по-прежнему недоступен для желающих оформить пропуск. В СБУ уточняют, что реестр не работает по техническим причинам. Известно, что электронный сервис временно прекратил работу еще на минувшей неделе. Напомним, если срок годности вашего электронного пропуска для пересечения линий разграничения в Донецкой и Луганской областях подходит к концу, его необходимо продлить». Это были все новости на данную минуту, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся ровно в 15.00 на радио 49-я параллель.